Вечерело. Я ехал с учебы из Москвы. Это был выходной день, и поэтому людей в электричке было мало. Я сумел пристроиться у самого попсового места рядом с окном. Сидя в наушниках и глядя в окно, я слушал мрачные рифы и изредка поглядывал на входящих в вагон людей. В голове почти не было мыслей. В музыку я особо не вникал. Этот трек-лист был затерт до дыр и работал как фон. А думать про учебу, с которой я больше часа назад благополучно покончил, мне не хотелось. Мысли пришли, когда электричка остановилась в Купавне. Потому что следом за ней идет платформа 33-й километр, в которой мы проезжали без остановок, а уже за ней была моя станция электроугли. Накинув сумку через плечо и выключив плеер, я двинул в тамбур, в котором, как всегда, по закону жанра, курили два пухлых джентльмена. Две низкорослые картофелины с короткими руками курили настолько вонючие сигареты, что даже мне, бывалому ездоку в электричках, стало не по себе. Потому что во рту стоял привкус костра. Они разговаривали о какой-то ерунде. Знаете, эти разговоры из серии «Как куда проехать, по которой дороге». Некоторые могут общаться на эти темы бесконечно. Я подумал, что эти два шумные агрегата сели в Купавне, потому что такой бас я бы услышал, даже сидя в наушниках. В этот момент электричка уже проезжала автомобильный переезд, и я увидел поле, через которое стройными рядами тянулись линии электропередач. Так начинался мой родной городок. Я молил Бога лишь об одном, чтобы мне не пришлось ехать до дома с этими двумя типами на автобусе. Но как только мы остановились на станции, они вышли вместе со мной и отправились на автобус. Громко пыхтя о том, как же фигово на выходные ездить в большой супермаркет. Я решил не торопиться, поэтому и вовсе задумал постоять немного на платформе, подышать прохладным вечерним воздухом. Я присел на пустую лавочку и огляделся. На платформе был только я и две девушки с той стороны, где состав останавливается, проезжая на Москву. Стемнело уже довольно сильно, но небо было еще ясным, безоблачным. Я достал уже не холодную бутылку с водой и сделал глоток. В голову мне пришла идея идти до дома по рельсам. Ведь я когда-то так часто делал. Ждать автобус мне не хотелось, так как они подъезжали на остановку аккурат минут за пять перед прибытием электрички. А до нее было еще уйма времени. Короче, я решил топать по рельсам. Я слез с конца платформы по изготовленной умельцами деревянной лестнице и побрел по камешкам до дома. В этот момент мне было совершенно не страшно, ведь по левую сторону проезжали машины по шоссе. А по правую руку были более безлюдные места, но все же мне хорошо знакомые. Я прошел разрушенный завод, низенькие кирпичные здания, какие-то гаражи. Железная дорога ночью выглядела по-своему притягательно. Лианы из проводов гудели над моей головой, а вдалеке горели прожекторы и какие-то огни, в назначении которых я ничего не понимал. Минут через пять этой романтики мимо меня промчалась электричка на Москву. Своим шумом она выбила меня из полусонного состояния, и я понял, что прошел дальше, чем этого требовалось. Тропинку, которая вела до дома, я не заметил. Остановившись на пару секунд, я огляделся и увидел автомобильный мост, проходивший над заброшенной веткой железной дороги, ведущей на карьер. Этот здоровенный карьер, на котором стоит старый шагающий экскаватор. Мне хорошо было его видно с 12 этажа своей квартиры. Вроде бы я понимал, где я нахожусь, но из-за деревьев мне все равно не было видно своего дома. И я пошел дальше, пока не увидел цепочку из старых товарных вагонов, стоящих на запасных путях. Они все поросли кустами, на них самих росли какие-то ветки. В этот момент в голове крутилась одна мысль. А почему я не видел этот состав из своего окна? И тут я увидел, как из-под состава выползает какая-то фигура, если быть точным, из-под кустов, которые росли под этим составом. В этот момент мне стало реально страшно. Я, не думая, развернулся и быстрым шагом пошел в обратную сторону. Чтобы уже точно дойти до дома, я должен был найти свою старую тропинку. За спиной раздались шаги, а затем уже бодрый такой бег в мою сторону. Адреналин ударил в мозг, и я побежал со всех ног. Но пробежать я успел от силы метров двадцать, прежде чем услышал совсем близко голос. Стойте, вы кое-что обронили. Эти слова подействовали на меня как стоп-кран. В голове сразу прояснилось, и когда я развернулся, то увидел толстенького мужичка с сальными, редкими волосами. Одет он был в какую-то спецовку, и на нагрудном кармане висел включенный фонарик. Маленький такой фонарик. Он мне показался странным, да и вообще вид и поведение этого человека. Вы знаете, сейчас некоторые бабушки крепят себе такие светильники, как брелок на ключи, чтобы было видно дверной замок в темном подъезде. Лица я его особо не запомнил, но на нем точно были надеты очки. Я извинился за то, что побежал, и спросил у него, что же я обронил. Этот мужчина вытягивает руку, разжимает свой кулак, и там я вижу камень. Подняв на него глаза, я увидел его улыбку. Он произнес, это твой, ты его уронил. В миг развернувшись, я как дятел из мультика про койота, пулей стартовал от этого незнакомца. Я почувствовал, как он схватился за край моей сумки, но не смог ее удержать. Ветер в ушах шумел так, будто я ехал на мотоцикле. Я полетел через перелесок, направившись в ту сторону, где, по прикидке, должен был быть мой дом и та самая тропа. Позади меня шумели кусты, через которые я уже пробежал. Он явно преследовал. Причем бежал совсем близко. Несясь без оглядки, я выбежал на тропинку и увидел мой дом, но до него было еще метров двести. И все-таки мне приспичило обернуться. И я увидел этого человека, гнавшегося за мной, склонив голову вниз. А руки его болтались, как тряпки, из стороны в сторону. Это был как не бег, а какие-то скачки. Он подпрыгивал. Он дико закричал. Это твое! И мне это не нужно! Но страх не давал мне думать. Мне казалось, что он может накинуться на меня. Перегрыз горло, как дикая собака. В боках уже болело. Во рту чувствался привкус железа. А в виске отдавал каждый удар сердца. Подбегая к подъезду, я вновь обернулся. Но за мной уже никто не бежал. Я забежал внутрь подъезда и нажал на расплавленную зажигалкой кнопку лифта. Я доехал до своего этажа и быстро зашел в квартиру. Пришел к себе я приблизительно через час, сидя перед телевизором. Дома я был один, так как мать и отец работали в ночную смену. Окна в моей квартире выходили на обе стороны. И я решил поглядеть, не крутится ли этот человек возле моего дома. Но ни единого признака жизни не было замечено на улице. С горем пополам я лег спать. На утро я решил посмотреть в бинокль. Стоят ли на перегоне эти вагоны. Оказалось, стоят. Просто я их раньше не замечал. Есть мне не хотелось. Поэтому одевшись, я решил пройтись до этого места, но уже при свете дня. Когда лифт спустился на первый этаж, при выходе из него я задел ногой камень. Я не знаю, тот ли камень это был. Но выглядел он явно не как кусок асфальта, а как камень снастила железной дороги. Большой такой. Желание идти куда-то отпало само собой. Ведь если камень лежит перед лифтом, то этот человек знает только мой подъезд, но не этаж. Поэтому теперь я боюсь выглядывать из окна кухни и балкона. Но однажды вечером, уже зимой, я все-таки увидел свет фонарика, ищущего что-то под окнами первого этажа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...